Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Давно не было чего-то до роликов. Ну, ребят, я по самочувствию. Ну, ладно, начали. 21 градус, дождик, и обещали грозу через пару часов. Так что у нас немножко посырее стало. А то прям сухотень это надоело. Ладно, новости-то. Чё? Министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири 3-5 новых городов. Вот у них масштабы. А почему не 30-50? И чё? Господи. Это какая-то дичь всё, ребят. Так, CNN-разведка США получила секретные данные, которые могут пролить свет на происхождение коронавируса. Ну, давайте, проливайте. Так, Дональд Трамп может баллотироваться в президенты в 2024 году. До сих пор не посадили мужика, а? Мне-то странно. Так, Леонель Месси покинул испанский футбольный клуб Барселона. Барселона, Барселона. Ну, ладно, это кто интересуется футболом? Так, и Месси подпишет двухлетний контракт с ПСЖ. ПСЖ – это Парис-Сен-Жермен, по-моему, да? Ну, ладно, хорошо. Ну, пускай играет. Так, что тут ещё? Роспотребнадзор заявил о невозможности определить штамм COVID-19 по внешним признакам. Ну, то есть, идёшь навстречу штамм, так нельзя определить. Нет, никак. Так, что ещё тут? МОК потребовал, ну, это Международный Олимпийский комитет, потребовал от российских телеканалов объясниться за оскорбление ЛГБТ-атлетов. Да, оскорбляли тут трансгендеров, бла-бла-бла и так далее. На Олимпиаде нет места дискриминации. Ну, и чё? Объяснение. Так, ведущий Первого канала Анатолий Кузичев отказался извиняться за оскорбление трансгендера. Ну, вот так бы. Россия, как всегда. Путин поручил до 1 октября 2021 года утвердить единый план по достижению национальной цели развития. Ну, и как Россия будет развиваться, интересно. Будет план. Хороший у вас план, товарищ Зюков. Так, Рогозин подложил вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК. Ну, так его первого. Какой разговор? Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковных мытищах. Да, ребята. Не менее 20 мигрантов, вооружённых палками и ножами. Это в Одинцове ещё. Так, и там, и там, короче. Российских хакеров заподозрили в публикации данных миллиона кредитных карт. Ничего, пельмень, да? Российские хакеры, да. Байден назвал штурм Капитолия насильственной попыткой захватить власть. А кто бы в этом сомневался? А чего же не посадить никак, а? Вот странные какие. В Конгрессе США призвали к международному трибуналу против Лукашенко. Давно пора. Так, Росстат оценил уровень бедности в стране в 13%. Так, вот это да. Так, в первом полугодии 2020 численность бедных оценивалась в 19,4 миллиона человек. А сейчас, а сейчас больше, больше, больше. Ну, в общем, дофига, ребята. Так, врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться. Какой-то врач. Ну и что, что? За 10 часов до сна отказаться от напитков, содержащих кофеин. За 2 часа до сна прекратите работать. Это позволит расслабиться. Ну так вот, работаешь, да? Бах, тебе начальник подходит, говорит, а что ты не работаешь? А у меня 2 часа до сна. Ну, что, нормально. Так, глава УСАДА, это российский антидопинговый, так, сравнил победы России на Олимпиаде с фильмом ужасов. Боже мой, и почему? Несправедливо, бла-бла-бла. Так, ребята, за что боролись? На то и напоролись. Там в конце будет еще про Олимпиаду. Так, половина жителей США полностью привелась от коронавируса. Я, нет, я не прививался, но вы знаете, мне просто нельзя сейчас. Грозит второй инсульт. А вообще у нас в Америке плоховатенько с коронавирусом. Много, много. Опять поднимается. Так, суд сократил сроки заключения осужденным по делу о теракте в метро Петербурга. Это еще почему? Ну, помните, был теракт, да? Сократили. Ну, правда, ненамного. Снижен с 28 лет до 27 лет. Этому с 22 до 21 года 11 месяцев. Ну, не знаю почему. В поезде Мурманск-Адлер произошло массовое отравление детей. Вот у меня здесь, значит, 20 детей госпитализировано, да? А потом дальше уже 50, ребята. Кишечная инфекция. Чем-то их накормили таким, что они, в общем, сами понимаете, да? Диарея, температура. Боже мой. Вот хорошая новость сегодня есть, да, певица Максим полностью пришла в сознание после искусственной комы. И она уже улыбается и, в общем, общается. Ну, это хорошо, да. В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России. Ну, вот так. То всё, говорили, что-то 4 дня, а сейчас нет. Увеличить. Ну, это, знаете, как... Что сделать, чтобы корова давала больше молока и меньше кушала? Нужно её больше доить и меньше кормить. Ну, вот то же самое, да, вот. Увеличить рабочую неделю в России. Интересно. Так, а это что такое? А, мужик один, короче, ехал... Ну, использовал транспортную карту, да? У него списали почти 20 миллионов рублей. Вот так нормально, да? На чём он ехал-то хоть, а? Ну, не знаю, где у вас там транспортная карта. Грабёж, да. Нормально, да? А где это случилось? Новокузнецк. Не живите в Новокузнецке. Так, возможно, лекарства от коронавируса-19 обнаружены среди препаратов от ленточных червей. Ну, ребят, это вот вполне такое может быть. Ну, вот есть же много вот лекарств, которые используются не только вот от того, от той болезни, да, от того заболевания, а побочные действия очень мощные. Ну, например, вот трихопол, да? Ну, знаете, да, трихопол. Вот, вообще-то изначально он был от гонореи, вот, но его можно использовать для лечения от алкоголизма. Да, ну вот ещё вот этот вот какой-то препарат. Вот, наконец, проснулись врачи, да? Так, Томас Бах, не знаю, кто такой. А, глава МОК, объявил Олимпийские игры в Токио закрытыми. Всё, закрыли и свет выключили, ребята. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте. Пятое. Так, на первом месте США, на втором, наверное, Китай, что ли, да? Ай-яй. Россия заняла самое низкое место на летних Олимпиадах 1912 года. Ребят, я не издеваюсь, да? Вот что значит без подмена мочи, без мельдонии, как взялись за них, да? И вот чего стоят все эти победы в прошлое, понимаете? Вот такие дела. Ну, ладно, хорошо. А это что такое? Долой макароны, да здравствует, молодой, жареный картофель с луком и помидоры. А где туман? Тумана чего-то нету. Это Владимир Боков. Боков, посмотрите роличек, и всё, я вас с вами на сегодня распрощаюсь. Пока-пока. Если так вот насчёт меня, ну так более-менее, ребята. Более-менее, менее-более. Пока. Сегодня 2 августа. Вечер. Так, взял миску и специально пошёл собирать крупноплодные сорта помидор. Потом соберу обычные сорта, но мне просто было интересно собрать именно эти сорта. Такие крупнющие. Здесь и мариновый гигант. Вот он, кстати. Это космонавт Волков. И внизу розовый гигант. Ну это просто любо-дорого смотреть, товарищи мои. Так. Даже если их как-то, знаете, не хочется только любоваться на них. Ладно. Всё. Сейчас надо пойти ужин готовить. Избаловал старый пень. Ишь, ему помидоры не такие. А это что, не помидоры, что ли? Тоже помидоры и хорошие. Конечно, вот с такими вот гигантами. Не сравнить. Не сравнить, да? И всё равно съедобные. Вот и будешь сегодня ими ужинать. А то, ишь, помидоры не такие. Сладкие и крупные ему подавай. Сейчас. Добрый день. Сегодня 5 августа 2021 года. У нас с туманом полувыходной. Почему полувыходной? Ну так же получилось, что Дед утра перевозил оттаву от соседа. Но болит левое плечо. Намотал я его и триммером, и туманом. Туман, ты мне плечо намотал, а? Бестыжий. Силу, как у лося. Теперь дед вынужден пару дней отдыхать. Ничего не делать. Ну хорошо. Дед вчера закончил наведение порядка на участке. Всё пострижено в очередной раз. Красиво. На всём участке чистота и порядок. Как обычно. Бабушка что-то тут плевает. А, роза, роза плевает. У неё розы плохо. Чё-то... По второму разу не хотят подоносятся. Подоносятся, извините. Цвести. Дед, надо же плевать, плевать, плевать. Ну давай, плевай. Так. Всё хорошо. Мимо этой яблони, ну никак нельзя пройти. Не обратив на неё внимания. Это слава победителям. Ой. Летний сорт. Плоды будут такие, знаете, балинного цвета. Ну вся в плодах. Красавица, красавица. Винограда будет, как обычно. Как обычно. Ой. Вот видите, кругом, кругом. Виноград. Ой, и там. Ой, 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 ой. И здесь-то вон какие. Растут. Хорошо. Как-то даже непривычно. Ничего не делать. Но с утра делал, поделал, поделал. И тем не менее, остерегусь. На сегодня и на завтра. Чтобы восстановить руку. Так. Ой. Хорошо. Яблоки. С завтрашнего дня начинаю резать. С завтрашнего дня. С сегодняшнего. Ну что, пришла помидорная пора. Дед уже малость заелся. Ой. Пробираемся в теплицу. Бабушкина теплица. Этот сот уже заболел. Космонавт волков. Вон. Детство всякое пожухло. Видите? Вон бесят. Какие. Большие томаты. Такие только большие томаты. А вот здесь листва пока ничего. Да тоже заболело. 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 Огурцы. Ой. А бабушкин, нам будет сказать. Вон сверху большие уже. Огурцов полно, короче. Понятно, да? Коттофель начал. Ботва у коттофеля начала желтеть. Надо будет сегодня вечером коттошки поджарить с луком. Вот что я думаю. Да. Сегодня очень хорошая погода. Пасмурно. Не жарко. Ой. Все бы лето было такое, а? Это бабушкины тыквы. Это не мое. Вот это точно мое. Это моя маленькая теплица. Вон они висят. Ух ты. Все. Я уже не обращаю внимания. Там наклонились палки, не наклонились. Он их много-много висит. Зеленых еще. Вон там красные. Я уже не обращаю внимания. Все. Хватит. Дед еще убирает. Какой-нибудь помидор у нас есть. Большую или пару маленьких. О. Все. Пришла пора. Снимать помидоры. Из сена дед навозил и накосил. Точнее так, косил сосед, я возил и сушил. Тоже предостаточно. Хватит на будущий год. И внести под картофель. И накрыть картофель сверху. Все. Ботва картофельная разжеет и болеет. Начала болеть. Ну что ж, время пришло. Но уже можно не бояться того, что она болеет. Все. Картофель есть. Мы уже убедились. И довольно-таки крупный картофель. И морковь, и свекла в норме. Бабушка здесь все подсеяла. И дайкон. И какую-то редьку. И еще что-то. Ой. Ну ладно. Все. Пугал стоят. Сороки и вороны обнаглели в край. Обнаглели. Ничего не боятся. Даже этих пугал не боятся. Вот какие. Баклажаны. Да ну их. Не хочу. Ой. Перцев. Вон там он. Полно-полно. Ну как полно. Нормально, я считаю. Вещат и вещат. Ну и ладно. До поры до времени. Вон. Ключик 5 или 6. Тут я не знаю сколько. В общем хватит бабушке. На зиму. Сделать. Наделать лечо. Сок томатный уже бабушка варит. Вот. И же милое дело. Дольки перца в томатном соку. Катошечки. Вареной или жареной. Не важно. Ну а так в принципе. Тоже замечательный сорт. Называется суслепское. Но мне придется эту яблоню переделывать. Переплевать. То есть создавать молоденький саженец. И сажать его в другом месте. Ему здесь не место. Сливы начали. Начали. Ой. Краснеть. Но в этом году они знаете какие-то недоразвитые. Понимаете? Недоразвитые. А так. Яблок полно. Ну если хватает. Хватает. Нам хватит. Это коричневое. Видите как усыпано. Это победа. Поздний зимний сорт. Хороший мой. Это трофимовское. Осеннее яблоко. Замечательно. Ну победа. Ну победа. Дойдет. Противноосливые показывать не хочу. Но ее. Это облепиха. Но ягоды еще не созревшие. Как видите. Вот они. Такие. Зелено-желтые. Не созрели. Ой. А мы здесь с туманом отдыхаем. Значит мы с ним приходим. Он даже и не идет. Он глядит на меня. Подходит. Садится около скамейки. Дед мой. Давай садись. Сидим отдохнем. Вот так мы и делаем. Отдыхаем. Я сажусь сюда. И мы с ним здесь отдыхаем. Ото всех. И за заключение ролика. Хочу сказать. Кажется дождь. Дождь начинается. Дождь не начинается. А уже идет. Потихоньку капает. Он там. С юга. Из запада. Додвигается. Что-то такое темное. Ну что ж. Все. Пойдем убирать туману домой. Опять сел. Около крыльца. И не хочет идти никуда. Сейчас мы его заведем. Продолжение следует. Около крыльца. Продолжение следует... Продолжение следует...